Добрый день, я хотел бы вам представить доклад. В отличие от предыдущего выступающего, мы все-таки работаем не с радиоволнами, а с оптическим диапазоном. Или, если говорить точнее, то это ближний К-диапазон. Значит, о чем речь? Мы разрабатываем активно импульсные телевизионно-измерительные системы, суть работы которых основывается на импульсном подсвете объекта, импульсном приеме объекта. Что это позволяет? Это позволяет получать определенные срезы пространства, поэтому название доклада и присутствует в названии доклада слово «топографическое видение пространства». И основным достоинством данных систем является возможность измерять дистанцию до объектов наблюдения, и значительно большее расстояние видения в сложных условиях, допустим, в сложных метеоусловиях, нежели в обычных классических системах видеонаблюдения. Основной причиной ограничения видимости в сложных метеоусловиях, будь то туман, дождь, пыль, дым, неважно, это воздействие помехи обратного рассеяния. Она возникает из-за рассеяния света в аэрозолях атмосферы или, допустим, воды, той же, если речь идет о наблюдении под водой, в направлении наблюдателя. Таким образом, резко падает контраст изображения объекта интереса. Мы видим, по сути, дымку от того же тумана перед объектом интереса, который, собственно, перекрывает, пересвечивает объект. Мы не видим. Так вот, импульсный режим работы системы как раз-таки позволяет избавиться от помехи обратного рассеяния. Так, ну давайте немножко про состав системы. В данном случае система у нас состоит из электронно-оптического преобразователя, который стоит на входе. Он выполняет две функции основные. Это, собственно, усиление сигнала и функция высокоскоростного затвора электронного. Далее, через согласующий объектив изображение отображается, принимается телевизионной камерой с повышенной чувствительностью, соответственно, и на ЭВМ для обработки. В качестве устройства подсвета используется импульсный лазерный полупроводниковый излучатель. Это лазерная решетка ближнего ИК-диапазона. Вот, с частотой до 5 килогерц и импульсной мощностью 320 ватт. Здесь структура данной системы. Основные блоки я уже озвучил. Вот ее внешний вид. Это просто макет лабораторный, на котором... То есть, это некоммерческий вариант, на котором мы проводим исследования и отрабатываем различные алгоритмы. Ну, и основные ее характеристики. Область применения подобных систем это система технического зрения, в том числе управление транспортными средствами в сложных метеоусловиях, аэрокосмические технологии, система наблюдения, ориентации и навигации. Значит, на данном слайде как раз представлен пример. То есть, на изображении слева у нас как бы обычная система, которая смотрит через... пытается видеть что-то через туман. То есть, это данные, полученные в большой аэрозольной камере, где имитировался туман, дым. Туман имитировался путем испарения водно-глицериновой смеси, дым и ролизом брусков сосны. Вот. И изображение слева мы видим как раз воздействие помехи обратного рассеивания. Извиняюсь. То есть, вот это вот пятно от подсвета. И далее мы ничего не видим. На изображении справа как раз-таки работа системы в активно-импульсном режиме, где мы видим измерительные меры прекрасно в условиях достаточно низкой видимости. с имитацией плотного, очень плотного тумана. Как все это работает, проще показать на вот этом слайде, анимированном. Собственно, здесь вы видите, меняется задержка стробирования. это время открытия фотоприемника, то есть его поотносительно излучения импульса подсвета. Оно сдвигается по 10 наносекунд. Таким образом у нас сдвигается зона видения. На малых задержках стробирования как раз видна вот помеха обратного рассеяния. Как только зона у нас доходит, активная зона видения до объектов, мы все прекрасно видим. А сама помеха обратного рассеяния просто нами игнорируется за счет задержки стробирования. Собственно, глубина этой зоны определяется длительностью импульсов как фотоприемного устройства, так и излучателя. Регулируя длительность импульсов, их величина порядка десятков наносекунд, мы, собственно, управляем глубиной. Так, ну и попутно, что же нам позволяет такой способ наблюдения за объектами? Он позволяет выполнять некоторую обработку, то есть пространственно-временную обработку. Для того, чтобы выделить объект интереса. Здесь на изображении слева как раз представлены те же измерительные миры. И красным подсвечен, помечен объект интереса, который нам необходимо выделить на изображении. На изображении справа как раз-таки результат данного выделения. Как вы можете видеть, фоновая составляющая как за объектом, так и перед ним была убрана за счет вычисления межкадровой разности. По сути, это было за счет того, что мы взяли три кадрика, которых содержали информацию о разном срезе пространства, взаимопересекающего. И с второго среза вычисли первый и третий. Таким образом, сфокусировались на объекте интереса, тем самым разгрузив значительное изображение для, допустим, для последующей обработки уже алгоритмами распознавания. Тут просто для примера мира измерительное, но здесь мог быть, допустим, автомобильный номер, либо человек. И алгоритмом автоматического распознавания здесь уже не пришлось бы сканировать весь кадр в поисках объекта. То есть, такой подход значительно ускоряет работу данных алгоритмов. Еще один, значит, способ управления как бы вот этими вот срезами пространства это генерация цветного изображения, опять же, из трех монохромных, содержащих информацию о сдвинутых относительно друг друга вот трех этих срезах пространства. Что это позволяет? Это нам позволяет как бы получить карту глубин, по сути, только без применения там структурированного подсвета, поскольку визуально у нас объекты, допустим, ближние, центральные, дальние, будут размечены разными оттенками цветов. И в данном случае на изображении, которые повыше, представлено как раз расчетное значение этих самых оттенков, то есть, это дистанция по оси размечена соответствующая каждому цвету либо оттенку этого цвета, либо смеси этих цветов. Для чего это нужно? Например, во-первых, это позволяет значительно улучшить восприятие визуального изображения. Допустим, если бы система стояла на том же автотранспорте в условиях допустим тумана, дождя, плохих условиях видимости, водитель бы мог сразу видеть объект допустим синенький, далеко от меня находится, красный, все, надо тормозить, опасность столкновения и так далее, либо объезжать, в общем, сразу визуально можно оценивать дальность до объектов. А что касается алгоритмов допустим автоматических, тут тоже есть свои плюсы, поскольку это как координаты цветового треугольника, также можно для алгоритма организовать автоматическое определение дальности расположенных объектов в кадре, допустим, разметку этих дальностей, то есть это все можно реализовать. Так, значит, ну, конкурентный аналог данной системы, это вот фирма Брайант Вайвижн Израиль, она уже подобные системы на автомобиле ставит, называются они как системы помощи водителю, основаны они на том же принципе, на активно импульсном, интеллектуальной часть данной системы автоматически вычисляет дальность до объектов, сигнализирует, если кто-то дорогу перебегает, позволяет водителю видеть в плохих метеоусловиях, ориентироваться спокойно. Вот, единственное их отличие это то, что они не используют свои конструкции ОП, а используют новые КМОС матрицы, более совершенные, с глобальным затвором, которые позволяют получать экспозицию минимальную до 30 наносекунд. Вот, то есть это вот какие-то их собственные разработки, пока они не так широко на рынке представлены, их так непросто купить. Вот, конечно, безеопная система в данном случае может быть и проигрывает по чувствительности, но по разрешению она будет лучше. Вот, значит, ну и по поводу основных характеристик и возможностей активно-импульсных телевизионных измерительных систем. Это понятно, что о чем я уже говорил с пятого пункта, это возможность визуального определения взаимного расположения объектов по дальности благодаря как раз применению специальной цветовой раскраски, то есть генерации RGB-изображений. Наблюдение через туман, дым, снегопад и так далее. Высокая точность измерения дальности до объектов наблюдения, устойчивость к ослеплению за счет достаточно малой экспозиции того же ИОПа, ну и устранение маскировки изображений источниками паразитного светового излучения. На этом как бы я завершаю свой доклад с радостью отвечу на любые ваши вопросы. Спасибо за внимание. Контактная информация представлена на слайде. АПЛОДИСМЕНТОР 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 Здравствуйте, много людей. Вопрос такой, неравный, совсем не важно. В Транспекте я слышу, что в Томске это появилось разрабатывать гид с артоплотом для зимних кухолей. Расскажите, Ваша разработка поможет полетелся автомобиль к нему слою снега. Я помню, что слою дождя наверно слою снегопад. Да, конечно, в данном случае снегопад также будет создавать помеху обратного рассеяния за счет рассеяния источника подсвета от снежинок. И активно импульсный режим работы системы позволит ее устранить. то есть через снег, через снегопад эта система она собственно и предназначена для работы в плохих метеоусловиях. Она может помочь, да, конечно. Ну, если вы говорите о коммерческом варианте, ну, есть устройство, как бы, я же с этого устройства на слайдах все вам показываю, полученные результаты экспериментальные. Энергопотребление небольшое на самом деле, потому что если вас испугало значение 320 ватт оптической мощности, то это в коротком импульсе. Средняя мощность там 0,2 ватта у источника подсвета. Соответственно, много тока EOP не потребляет, там высокие напряжения. конкретное значение, если вы про десятые части ватта, сколько она потребляет, то я не высчитывал, если честно. Если вы про тот макет наш, на котором мы эксперименты проводим, то, конечно, масса его порядка 5 килограмм. Вот такая на современной элементной базе, если это действительно строить коммерческий вариант, то, конечно, массу можно снизить, я думаю, вдвое и более раз. вопрос. Ну, если вам точное значение на данном этапе интересно, то один метр точность определения составляет. Но ее можно повысить. Ну, если опять пытаться вокруг данного макета лабораторного ходить, то здесь, во-первых, дальность зависит от угла. Как, значит, самого подсвета, так и приемной части. Чем меньше угол, тем выше дальность. В идеальных условиях, ну, характеристики были указаны, что 200 метров это максимум для этого макета на данный момент, потому что используется вот одна решетка, один подсвет, и угол поля зрения там 12 градусов. Вот. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok